АПЛОДИСМЕНТЫ Шаронова в том, что он скрывает душевную боль за бронёй классических костюмов. Также в студии присутствуют друзья и коллеги наших героев. Давайте их поприветствуем. Обвинение представляет эксперт моды Евелина Хромченко. Человек, знающий о моде всё и даже больше. Защиту представляет народная артистка России Надежда Бабкина. Сегодня она поможет ветеринару из Пушкинского района отстоять его права. И я, ведущий модного суда, историк моды Александр Васильев. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей, прошу вас, подойдите к микрофону. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей, с добрым утром. Что же плохого в том, что ваш друг доктор Айболит носит, классические костюмы? Ну, во-первых, я не то, что против классических костюмов. Я против того, что он застрял в 90-х годах, где костюмы уже, какие он носит, староватые, старомодные. И мне как раз хотелось бы, если он выбирает костюмы, чтобы они были более стильные, более молодёжные. Да и вообще, чтобы он одевался... Как ваш, да, костюмчик? Ну, я-то, извините, человек бальзаковского возраста, мне уже шестой десяток, а ему сорок с небольшим. Правильно, есть разница. Но костюмчики у вас похожие. Да. У вас с блеском у него всплесения. Александр, мой подопечный женат, а наш герой нет. Нет, в том-то всё и дело. Михаил, вы согласны с обвинением вашего коллеги? Вы знаете, я с ним, скажем так, не согласен в каком... По какой причине? Потому что я после аварии, у меня в 2001 году произошёл несчастный случай, и после этого я хромаю. И, скажем так, классические костюмы помогают мне скрыть этот недостаток. Правильно. И у вас красивая тросточка, между прочим, с серебряным на балдашник. Да. У вас хороший галстук, хорошая рубашка, может быть, не совсем попавшая в тон, но это устранимо в наших условиях программы. И я думаю, что у вас полный комплект всего того, что нужно элегантному мужчине, тем более с добрым сердцем. Вы любите животных, а это в жизни очень важно. Давайте посмотрим на вещи. Гардероб Михаила в студию. Итак, Эвелина, будьте добры, оцените этот гардероб. Он невелик, работы немного. У вас красивый наряд, Эвелина. Спасибо, Александр. Я в восторге. Здесь мы видим полное соответствие обвинения реальности, потому что действительно эти костюмы родом из 90-х. И кому, как не вам, Александр, известно, что в мужском костюме маленькие детали обозначают все. То есть если в женском можно еще каким-то образом стилизовать винтажный жакет, действительно родом из 90-х, приспособить его под нужды сегодняшнего дня за счет того, что вы оттуда убрали огромные подплечники бейсболиста, за счет того, что вы спороли неактуальную ныне фурнитуру и приспособили туда более модные пуговицы, за счет того, что вы подвязали этот жакет красивым поясом. А мужской костюм, он сразу выдает свое происхождение. И в случае, если мужчина не стилист моды, а это как раз тот самый случай, он просто вешается в шкаф до лучших времен, как приятное воспоминание о тех годах, и покупается новый на его место, практически такой же, но уже чуть-чуть не такой. Наш же герой предпочитает носить брюки родным из 90-х. Это сразу видно по форме. Видите, как они расширяются в области колена. И они, естественно, снабжены встречными складками, подвес каждой стороны, которые абсолютно каждого мужчину немедленно делают таким вот плотным, склонным к полноте мужичком. У мужчины достаточно статуарный гардероб, и за мелочами нужно следить за качеством ткани и ее упругостью тоже. Эти костюмы отслужили свое. Давайте просто поставим точки над «и» и купим новые. Спасибо большое, Велина. Присаживайтесь, пожалуйста. Я передаю слово Надежде Бабкиной. Сереж, ну правда, я ничего не вижу плохого в костюмах, когда мужчина в костюме. Ты же обвиняешь, что он в костюме, я понимаю, засиделся, да, 90-х? Да, да, да. Вот это самое главное, что я не против костюмов, я сам хожу в костюме, потому что и по роду работы, и вообще мне как бы по роду фигуры моей. Конечно, здесь многое, что костюм скрашивает и сглаживает. Но Михаил молодой, парень, может сказать, что там 40 с небольшим летом? Да вообще, только начинается все. Деся! Согласна, Сереж. Дело в том, что наоборот, знаешь, когда костюм на мужчине, конечно, он выглядит презентабельно, он выглядит солидно, и даже если он молодой, он все равно... Женщины мечтают всегда встретить мужчину не охламона, а в костюме, понимаешь, который... Элегантного. Элегантного, который идет, да еще и с тростью. Я не знаю, что он там на себя наговаривает, но весь вид это говорит о том, что он абсолютно такой человек привлекательный, что от него глаз не отвести. Да, понятно, что там гардеробчик имеет место быть и трясти, и что-то на свалку историю, так сказать, отправить. Но все равно я за костюм, костюм придает все-таки уверенности, а нам чего надо? Мы должны себя чувствовать в безопасности. И когда мужик в костюме... Ну, правда же, девчонки, классно. Я полностью с вами согласна. Спасибо большое, спасибо вам, Сергей. Присаживайтесь, а я вызываю обвиняемого. Михаила, пожалуйста. Михаил Шаронов, что за несчастный случай с вами произошел, который изменил так круто вашу жизнь? В начале 2001 года мы с друзьями возвращались с Малинской области, с дачи, домой. Было уже поздно. И водитель заснул с рулем. К сожалению, водитель тогда погиб в той аварии. Я остался жив, но было страшно. Торчали кругом кости, было много крови. И когда я пришел в себя уже в больнице, врачи собирали мне ноги на аппарат Элизарова. Говорили, что вряд ли что-то можно сделать так, чтобы я смог нормально ходить. И речь была уже не о красоте, так как было оторвано пол лица, на который я внимания практически уже врачи не обращали. Они сказали, главное сделать тебе ноги, чтобы ты смог ходить, так как ты работаешь ветврачом. И ты должен лечить животных, продолжая этот путь. И спасли меня, скажем так, благодарю врачей за то, что они сделали невозможно. Поставили меня на ноги, а уж, скажем так, с внешностью я решил завязать так, как... Нет, вернули вам лицо. Почему? Симпатичный очень... Выглядите очень миловидно. Да, привлекательный, правда. Продолжать себя здесь, да. А что, в это время я же знаю, что ты была жена, да? И у тебя как бы вот жена была. И что, жена бросила. Она решила, что ты на ноги не встанешь, что вот зачем мне такая обуза и так далее. Это правда? Да, была такая история сразу же после этой автокатастрофы. Так как врачи сказали, что вряд ли есть надежда на то, что я буду ходить. Ну, жена сказала, что я не хочу жить с инвалидом, и вряд ли ты будешь кому-то нужен вообще в этой жизни. Ой. Ну, естественно, у меня была такая реакция, что я понял, что она уйдет. Хорошо, что рядом оказалась мама и моя любимая сестра Леночка. Которые меня не предали, которые меня не бросили, которые сплотились всей семьей. Так как я год не ходил, они помогали всячески мне и словами, и советом. Помогали и тем, что я найду в себе силы и встану. Заменим мы тазобедренные суставы. И будем мы ходить, и всячески. Я практически без них не смог бы поверить в то, что сейчас я хожу и стою перед вами и веселый, здоровый, любвеобильный человек. Молодец, Виш, браво. А скажи, пожалуйста, а на жену ты обижен? Вы знаете, как женщина, я думаю, что пускай она все-таки ищет своего счастья. Я ее отпустил в душе. Она замечательный, кстати, человек. И дай бог, чтобы она была дальше счастлива, пускай не со мной. Я выкарабкался благодаря любимым мне людям. Я теперь молюсь за нее. Пускай у нее в жизни все будет хорошо. Я ее простил и отпустил. А что не женишься? Ты 14 лет прошло, да, уже? И ты без женщины рядом. Ты в себе-то сам уверен? Я-то в себе вот сейчас только стал уверен. Вопрос в том, что изначально, после ее слов, когда она сказала, что я не буду нужен никому, и услышать это от самого близкого тебе человека, которому ты доверял... И в самый трудный момент. В самый трудный момент, когда я просто-напросто ожидал помощи и услышал в спину такие слова. И, конечно, у тебя где-то в душе началась, прямо скажем, депрессия. У меня началась паника. Я начал смотреть бесконечно фильм. Просто стал его зацикленно смотреть. Не могу сказать прощай. Изумительный фильм. Советский Союз нам дал прекрасные фильмы, под которые он заканчивается хэппи-эндом. Там герою повезло. Я смотрел на этого парня, который, преодолевая все, страдал через боль, выздоравливал и набрел счастье. И я все-таки надеялся, когда лежал неподвижно год в кровати, что я тоже смогу все выдержать, пережить и обрести свою любовь. Миш, ты абсолютно прав. У тебя мысли абсолютно полноценные. Нет никакой ущербности. Понимаешь, ты абсолютно нормальный, красивый. Такой, знаешь, самодостаточный мужчина. Деятельный. Абсолютно деятельный. С добрым сердцем. Ты не безразличен к животному миру, который рядом с нами сосуществует. Я искренне тебе желаю, чтобы у тебя все состоялось, знаешь, со знаком плюс и, конечно, с вот таким вот ярким свечением. Спасибо большое. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о добром докторе Эболите. Михаил, вас будет опрашивать Эвелина Хромченко. Пожалуйста. Михаил, на самом деле все ваши неприятности на личном фронте закончились. Уже несколько минут назад, после того, как наши зрительницы внезапно вспомнили, что Александр Васильев им говорил много раз название нашего сайта. Они вообще обычно невнимательные, фокусируются на тряпочках. И каждый раз, когда они нас видят в реальной жизни, спрашивают, ну а как на самом-то деле попасть на вашу передачу? Такое впечатление, как будто Васильев три раза за программу не говорит, заполните анкету на сайте модный.тв. Заполните анкету на сайте модный.тв. А сейчас все просто как одна вспомнили название этого сайта, для того, чтобы написать нам про вас. Они хотят с вами познакомиться. Это совершенно нормально в данной ситуации. Давайте подумаем о ваших костюмах. Вот вам действительно кажется, что именно эти пропорции отвлекают от того, что вы хромаете. Вы этого, правда, стесняетесь? Да, но в связи с тем, что я хожу медленно, так как мне, скажем так, не рекомендовано ходить достаточно быстро, потому что у меня искусственные тазобедренные суставы, мне приходится идти вальяжно и раскованно. А вот этот костюм, он как бы этому, скажем так, оправдывает мою походку. То есть все мое вальяжное состояние, оно полностью оправдано этим строгим костюмом. И мне так удобно, скажем так, двигаться. Но ведь в случае, если бы, например, у вас был бы костюм широкого кроя достаточно, но современных пропорций эффект же был такой же, правильно? Я боюсь, что в какой-то цветовой гамме, например, если это будет более ярко, я буду медленно идти по городу с тростью в цветных пиджаках, то это будет совершенно как-то не так смотреться. А мне кажется, это будет, наоборот, достаточно органично и более органично, чем теперь. Потому что если говорить об объеме костюма, то его можно совершенно спокойно оставить. Если вы любите просторные брюки, они тоже могут оставаться просторными. Но пропорции и мелкие детали будут изменены в пользу современности. Я просто думаю о том, что вцепившись в этот костюм из 90-х, вы, соответственно, тащите за собой весь тот багаж, который давно пора отрезать. Вы счастливый человек. Вы ходите. И я вас с этим искренне поздравляю. Это счастье. Более того, вы занимаетесь любимым делом. Это тоже огромное счастье. Скажите, а вот это действительно дело всей вашей жизни? Вы всегда этим занимались и никогда не меняли работу? Нет. Я изначально, еще были 90-е годы, выбрал для себя то, что я буду ветеринарным врачом. Я изначально понял, что единственное, что мне нравится в животных, это неумение их предавать и льстить. Если собака виляет хвостом, это она вам не льстит, она вас искренне любит. И это видно. К сожалению, в людях я не научился до сих пор нормально разбираться. А приходя к себе в приют, там встречают меня мои милые собаки, которые не могут мне лгать. Они искренне меня любят и искренне ждут, когда я им помогу. Сколько у вас собак в приюте? В настоящий момент 320. Браво! 320 спасенных собак. Ай да доктор Айболит. Ничего себе, ритм. Это при медленной походке. Вот я так понимаю, что у вас все время пополняется численность ваших питомцев? Да, мы сейчас выполняем, скажем так, программу губернатора ОСВ «Отлов, стерилизация и возврат», так как, скажем так, у нас в области проживают москвичи на дачах. И уезжая к себе домой в теплые московские квартиры, они придают своих домашних животных, которые были у них на даче, и выкидывают их, не хотят их брать к себе в московские квартиры. И уже мы в ответе за этих животных, чтобы они вновь поверили людям, собираем их по улицам городов, стерилизуем, содержим их в приютах, пытаемся раздавать. И сейчас хорошо, что пошла мода на то, что если у тебя есть породистая собака, то москвичи теперь обдуманный шаг берут из приюта еще и дворняжечку. И мы этому всячески способствуем. Мне кажется, что если человек занимается любимым делом, а в вашем случае это очевидно, если человек здоров, и это в вашем случае, мне кажется, тоже очевидно, то почему бы не наслаждаться жизнью полностью и не лишить себя всех тех комплексов, которые вы только что озвучили. Вы действительно очень симпатичный человек. Вот правда. Спасибо. Я абсолютно уверена в том, что вас не шокирует выбор наших стилистов. Вы совершенно спокойно впишетесь в новые пропорции и почувствуете себя в них, как в вашем старом удобном доме. Вы будьте страшно удивлены, что оказывается, те костюмы, которые они предложили вам, модные. И вас ждет еще одно удивление. Приготовьтесь к этому. В зеркале вы увидите молодую версию себя. Это некоторых сбивает с ног. Так что будьте аккуратны. Спасибо большое, Эвелина. А у нас с вами настало время модных советов. Хороший костюм, визитная карточка успешного мужчины. Но главное, чтобы костюмчик сидел и был выбран по моде. Секретами выбора идеального костюма сегодня с нами поделится эксперт по мужской моде Александр Манкин. Здравствуйте, Александр. Рады вас видеть. Очень приятно. Говорят, костюм делает мужчину. Вы согласны с этим утверждением? Безусловно. Костюм – дело такое серьезное, и относиться к этому надо с полной ответственностью. Я считаю, что хороший костюм может продать хозяина дороже, чем он стоит, на самом деле. Как же выбрать правильный костюм? Деловой костюм, прежде всего, сдержанный классический образ. Здесь не должно быть много ярких пятен. Он должен быть в традиционных сдержанных тонах. Это тона серые, синие, близкие к ним. Там, соответственно, классический фасон, лацканы. Могут меняться детали. Там лацкан, может быть, уже, клапана у карманов уже. Что-то может меняться в незначительной степени, но классика, она остается классикой. В деловом костюме, который представлен здесь на манекене, только две пуговицы. Иногда мы встречаем три. И пуговицы довольно красивые, такие чуть-чуть состаренные. По-моему, даже из натурального материала. Правда? Безусловно. Это детали. Детали очень важные в костюме. Две или три пуговицы. Это зависит от модели. Тенденция к двум. Важно помнить, что, кстати, сколько бы ни было пуговиц, нельзя ни в коей мере застегивать нижнюю пуговицу. А в каком вы рекомендуете двух пуговичные, а в каком трех? Я бы сказал, что молодые люди с более стройной фигурой, которые могут себе позволить более приталенную модель, они хорошо бы выглядели в костюме с двумя пуговицами. Господа с комплекцией солидней, скажем так, могли бы носить костюм с тремя пуговицами. Я думаю, что все зависит от примерки. Для этого люди и ходят в магазины, и можно примерить и тот, и тот. И кому-то как раз вот покрой с довольно широкими плечами очень пойдет. Кому-то пойдет более приталенная модель. Сейчас как раз много моделей, то, что мы называем slim cut, то есть приталенной формы. Это, конечно, тоже меняется. Вот я вижу, что эти костюмы достаточно приталены. Здесь есть такие выточки, которые сажают его на фигуру. В этом костюме есть еще и стрелки на брюках. Что бы вы могли сказать о них? Мы можем сказать, что они обязательны, потому что речь идет о деловом костюме. И деловой костюм предполагает стрелки, предполагает отформованные лацканы, карманы. Это принципиально важный момент. Это образ. Давайте посмотрим соседнюю модель. В данном случае мы видим модель, так называемую, semi-formal. То есть это... Полуформального. Полуформальный вид. Значит, ну что мы себе здесь можем позволить? Мы можем позволить немножко быть смелее в фактуре ткани, добавить некоторые контрастные элементы. Да, я вижу здесь вставки из замши. На локтях. На локтях. Ну и шарф, как модная деталь. Действительно, шарфики с моей легкой руки вошли в мужскую моду в России. Теперь я их не ношу. Зато даю возможность всем другим мужчинам делать это. Ну и, конечно же, наверное, надо отметить фактуру. Здесь есть легкая клетка, как у вас, как у меня на отвидовом пиджаке. Клетка всегда выглядит очень гармонично, элегантно. Не надо бояться, особенно если она не очень резкая. Правильно? Да, в данном случае она не резкая, это нормально. Я бы хотел еще отметить, что форма лацкана немного изменилась относительно строгого делового классического костюма. Это заостренная форма лацкана. Здесь я вижу, есть немного и подкладных плечиков. Это тоже хорошо держит форму. Давайте посмотрим на третью модель. Здесь модель более креативна. Во-первых, пиджак имеет выделку фактурную. Здесь подобраны брючки винного цвета, марсала. Совершенно, можно сказать, нету комплексов. Майка, футболка с цветочным орнаментом. Находится внизу. Для какого типа мужчин вы рекомендуете подобную модель? Это, наверное, что-то более творческое. Более творческие, смелые мужчины. Кажуальный стиль. Повседневный. Повседневный. Можно также так нормально выглядеть на вечеринке, на корпоративной вечеринке, можно в клуб. Этот костюм, вернее, пиджак, в данном случае, если мы рассмотрим, он позволяет нам поиграть в фактуры и ткани. Видите, он уже с мягким плечом. Он гораздо менее требовательный по дресс-коду. И я вижу, здесь еще есть такая декоративная отстрочка, вот как это делали, например, в 60-е годы. Она здесь очень явно, явно у вас выражена, правильно, в этой модели. Скажите, пожалуйста, а что, на ваш взгляд, совершенно сегодня недопустимо в мужском костюме? Недопустимо носить костюм каждый день. Ткань костюма сегодняшнего достаточно нежная, мягкая, изготовлена из шерсти, из очень тонкой шерсти. Поэтому ткани необходимо отдыхать, костюму нужно отдыхать. И занашивать его никак нельзя, с учетом того, что события бывают разные, костюмы разные, и нужно стремиться к тому, чтобы в гардеробе было несколько костюмов. Ну и, конечно, важно, наверное, сказать о носках. Как же подобрать верно носки к цвету брюк или к цвету обуви? Классические образы предполагают носки одного тона, если мы говорим о деловом стиле, это одного тона, в цвет костюма, в цвет обуви. Сегодня тренд покупать также и более яркие носки, но главное следить, чтобы они были достаточно высокими, потому что всегда обидно, если носочки коротенькие, и оттуда торчит шерстяная нога. Это не очень красиво. Спасибо большое. И напомню всем, что сегодня у нас в гостях был эксперт по мужской моде Александр Манкин. Все о модных мужских костюмах вы найдете на нашем сайте модный.тв. Оценить выбор наших героев, записаться на участие в программе, выслужить модные советы, можно по телефону, звоните, по телефону 07-36. В своем программе «Модный приговор» на Первом канале. Итак, Сергей и Михаил сходили в магазин за новыми комплектами одежды. Давайте посмотрим, что они выбрали. И я приглашаю Михаила на главный подиум страны. Михаил, что можно сказать? Неплохо. Неплохо, потому что это повседневная, конечно, одежда. Здесь есть и стильные джинсы, которые хорошо сидят у вас по ногам. И модный цвет этого джемпера с V-образным вырезом. Я считаю, что ваш друг постарался. Давайте выслушаем нашего независимого эксперта. Сегодня у нас в гостях телеведущая Аврора. Михаил, ваша история поразила меня, честно. Поразила в самое сердце. И ваше желание жить, желание заботиться о других, и ваш позитив меня просто восхищает. И вы знаете, вы просто большой пример для нас, для всех. Даже для тех, кто, в общем-то, не попадал в такие страшные истории, а иногда почему-то начинает ныть и жаловаться на судьбу. Вот, глядя на вас, хочется всем сказать побольше позитива. Любите жизнь, любите ее так, как любит ее Михаил. Если после той страшной аварии вы смогли выжить, вы смогли начать новую жизнь, то уж подобрать новый костюм точно не будет проблемой. Спасибо. Спасибо вам, Аврора. Михаил, переодевайтесь за кулисами и покажите нам свой выбор. Ну а сейчас слово Надежде Бабкиной. Сережа, молодежно. Но, на мой взгляд, такой мужчина, как Миша, все-таки должен иметь такую молодежную тенденцию, но не такую расслабленную. Она какая-то расслабленная, хотя цветовая палитра вся хороша. И Михаил побаивался уйти от широких брюк, ты, в общем, кардинально придумал вот эту историю с джинсами. И отлично, просто замечательно. Сережа, молодец. Спасибо большое. Слово Эбелине Хромченко. Мне кажется, что в повседневной ситуации Михаил легко может носить джинсы. Я не замечаю никаких абсолютно недостатков ни в форме ног, ни в походке. Брюки сидят отлично. Плохо, конечно, подобран джемпер. Он велик в Михаилу. Поэтому, конечно, для повседневного стиля он должен быть непременно дополнен какой-то футболкой. Желательно с круглым плотным вырезом. Возможно, аналогичного цвета дублера. И в отношении длинных носов ботин. Вовсе не нужно никак обуживать силуэт ноги. Можно, особенно в случае с Михаилом, подобрать обувь в спортивном стиле. Можно даже сникерсы. Это будет очень актуально на сегодняшний момент. Удобно для него. Спасибо большое, Эвелина. Ну, а сейчас второй выход Михаила Шаронова. Михаил, очень славный костюмчик. Хорошо на вас сидит. Действительно, у вас все в порядке. А главное, что у вас есть вкус в выборе вещей. Потому что иные люди тут такое навыбирают, что диву даешься, зачем мы их отправляли в магазин. Выслушаем сейчас нашего независимого эксперта, телеведущую Аврору. Я с вами соглашусь, дорогой Александр. Действительно, Михаил, по-моему, выглядит очень-очень элегантно, здорово. Импозантно. Импозантно. Мне нравится. Вообще, в мужской моде, конечно, вот на мой взгляд, не стоит перебарщивать. Гораздо лучше сдержанность, лаконичные цвета, темно-синий. Прекрасно. И тем более, что вам так идет. Единственное, что нужно обязательно следить за модой в прическе. Вот прическа, конечно, у вас выдает то, что сейчас вы вышли со своим выбором, а не с выбором стилистов. Но ничего, это тоже поправимо. Спасибо большое, Аврора. Присаживайтесь. Дорогой, переодевайтесь за кулисами, порадуйте нас третьим вариантом. Ну, а сейчас слово Надежде Бабкиной, народной артистке России. Спасибо, Саша. Мне тоже очень нравится. И правда, костюм, главный костюмчик сидит, понимаете. Ничего, вот удивительно. Брючки, опять же, узенькие, да. То есть, Миша прислушался к тем советам, которые только что звучали. Этот костюм замечательный, мне нравится. Спасибо большое. Игрина, вам слово. Действительно, костюм очень компактный, хорошо сидит на Михаиле, украшает его, демонстрирует, что мужчина стройный. И тот факт, что этот пиджак имеет достаточно небольшую длину, совсем никак его не портит. Ему не надо бояться носить новые формы и линии. Единственное, что мне не нравится, это рубашка в приложении к костюму. Я считаю, что дело решила бы водолазка. Во-вторых, эта водолазка немедленно приблизила бы этот костюм к теме трости. А если бы костюм был еще плюс ко всему дополнен лоферами и какими-то контрастными носками, а может быть, полосатыми, костюм немедленно стал бы иметь более ироничное звучание. Ему бы это подошло, потому что такой костюм, который подобрал Михаил, он очень удачен еще и тем, что очень хорошо стилистически перекомпоновывается, перетекает в разные стили, поскольку он очень нейтрален. Спасибо большое, Эвелина. Ну а сейчас третий выход, компромиссное решение. Михаил, тоже неплохой вариант, если речь идет о рабочей одежде. Например, вы ветеринар, вы работаете в питомнике для бездомных собак. Почему бы не пойти в такой рубашке? Почему бы не пойти вот в этой куртке? Здесь есть и спортивное направление, и мода сегодняшнего дня, направление спорта. Может быть, обувь могла быть тоже спортивной. Но в целом, я думаю, что диагноз поставлен. Проблем больших у вас нет, а с прической мы вам поможем, так же, как и с выбором стильной одежды. Выслушаем Аврору, телеведущую. Ох, Михаил, вы такой обаятельный мужчина. И как верно заметила Эвелина, прямо сейчас тысячи одиноких прекрасных женщин. Уже не смотрят... Сотни тысяч. Мы уже получили смс-ки. Сотни тысяч? Да. Боже мой, какая конкуренция. Пишут. Хотя. Не обращая внимания на вашу одежду, уже сидят и пишут. Уже пишут и, конечно же, надеются. Потому что такой достойный мужчина, я думаю, мечта, конечно, любой женщины. В общем, за вашу личную жизнь я абсолютно спокойна. И, скорее всего, в ближайшее время вам придется подбирать костюм жениха. О, вот это перспектива. Спасибо, Аврора. Спасибо за то, что вы пришли к нам на программу. А сейчас все вместе выслушаем Надежду Бабкину, защитницу в Сияруси. Что касается этого наряда, мне он тоже симпатичен. Он такой свободный, вольный. Да, и к животным, к собачатам, со служивцами. Можно разговаривать, и это не обязывает ни к чему, понимаешь? Замечательно. Ну, обувь про обувь уже сказала. И Велина, и Саша, это правда. Я искренне тебе желаю преображения. Быть молодым, креативным, красивым мужчиной и быть счастливым. Ты этого достойна. Спасибо большое. Ну, а сейчас слово эксперту моды, Евелине Громченко. Я абсолютно уверена в том, что на этом моменте у наших зрителей сформировалась следующая идея. Это ж надо ведь раз в жизни видишь хоть по телевизору нормального мужика, за которым как за каменной стеной и тому стерва попалась. И поэтому сейчас вот я вас вижу и мечтаю вас переодеть. Но у меня это профессиональное. Но и они мечтают вас переодеть, потому что они уже видят в вас личную собственность. Спасибо большое, Эвелина. Ну, а сейчас настало время отправить Михаила Шаронова в волшебную комнату к нашим стилистам. Ступайте туда вашей размеренной походкой. Возвращайтесь преображенным. Спасибо. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Итак, наш герой Михаил Шаронов побывал в волшебной комнате стилистов, но не видел в зеркале нового преображения. Мы его поддерживаем аплодисментами. Михаил, на подиум. Спасибо. Спасибо. Ну, Михаил, что могу сказать? Эки, вы пижон. Да. Вы себе-то понравились? Вы знаете, я даже не узнал себя в зеркале. Я подошел, мне показалось, что это какой-то парень, абсолютно не я. Ну да, конечно, вас омолодили. Ну, конечно, есть и костюм, как вы любите, но все другое, другие цвета, другие формы. И надо сказать, что приталенный пиджак вам много больше идет, чем тот прямой, который вы носили доселе. Кстати, этот пиджак подарок для вас от нашего эксперта Александра Манкина. Он так проникся в вашей истории, что он решил внести свой посильный вклад в развитие вашего образа. Сережа наклобучился, напыжился, чего-то задумал. Сергей. Ну, если спортивная терминология, вот наш второй выход был, да, в костюме, но здесь мы не сказали, что мы проиграли прям в сухую. Здесь и у нас был неплохой костюм, и здесь что-то стилисты, по-моему, немножко с прической перемудрили. Вот, как-то Михаил, стало лицо у него как-то другим стало. Давайте выслушаем женский взгляд. Лариса, подруга, коллега. Михаил, теперь у «Зоозащиты» появилось свое рекламное лицо. И «Зоозащита» приобретает цивилизованный образ. Спасибо большое. Это очень приятно слышать. Переодевайтесь, Михаил, никого не бойтесь, мы следим за вами. Слово Надежде Бабкиной. Ну, что тут удивляться? Он весь был белый, как лунь. Седой, с приседой. Да, вот эта шевелюра из прошлых времен. Волосы-то и остались густые, никуда их не проредили, ничего не сделали. Никакой пиляции не происходило, правда? Но то, что сделали это модно, красиво, убрали седину, да он хорошо выглядит, прекрасно. Статусно – это статусно, да, достойно – да, современно – конечно, модно – да. А что еще надо? Что еще надо? Надо, чтобы он был просто счастливым и востребованным, не был одиноким и не боялся, что рядом с ним кто-то может оказаться случайный. Не бывать этому. Спасибо большое. Слово Ивелине Промсеньке. Только что Михаил увидел себя очень и очень обновленного, сильно помолодевшего. И по поводу прически, действительно, экстремально модной, подходящей скорее парню 25 лет, нежели мужчине 42. Можно дискутировать, но тот факт, что она немедленно скостила ему лет 10 как минимум, очевиден абсолютно. Что же касается силуэта, то вот, пожалуйста, мужчины, посмотрите на чудесные преображения, которые произошли с фигурой Михаила. Вот он был в своем широком, большом костюме, который вы так любите. И сейчас вы видите его в костюме, который демонстрирует контур, в облегающем костюме, которого вы так боитесь. Вот чего вы боитесь? Боитесь того, что мы увидим, что вы красивые мужики, уже заканчиваете с этими чехлами от танков. Спасибо большое, Ивелина. Второй выход Михаила Шаронова. В первом выходе пижон, во втором стиляга. Вот сейчас я, честно говоря, удивлен. Настолько мне, скажем так, был интересен именно вот этот образ, который сейчас примерили на меня. И мне он, в принципе, настолько близок и приятен. Спасибо модному приговору, что он открыл вот эту черту моей души, которая хотела именно этого. Замечательно, Михаил. Великолепно. Давайте выслушаем мнение вашего коллеги. Никиты, Никита. День Миш, я, честно, сразу даже не узнал. Я единственное, что могу сказать, это браво стилистам, что они смогли вас так преобразить. Спасибо вам, что считаете меня своим коллегой. И хочу пожелать вам от всей души счастья в личной жизни и в профессиональном. Спасибо, дорогая. Никита, а ты тоже защищаешь собак? Да. Молодец, Никита. Давайте выслушаем Наталью, вашу подругу и коллегу. Наталья. Миш, ну я в шоке, я тебя не узнаю. И, пожалуй, я, наверное, встану в ряды твоих поклонниц. АПЛОДИСМЕНТЫ О, как! Браво стилистам! Понимаешь, Миш, у тебя была прическа, она достаточно высокая, но было ощущение, что как будто вот челка какая-то сюда свисала и так далее. Какой-то вот непонятный образ, совсем непонятный. Нехорошо было. А сейчас открытый лоб, такой, знаешь, мужчина, который смотрит, идет. Роскошно. Просто вот, знаешь, это то, что тебе сегодня необходимо, как никогда. Роскошный образ. Да. Михаил, от себя я могу вам сказать, что не следует стричься так всегда. Да. Носите эту прическу до тех пор, пока она не выйдет из моды. Ну да. Потому что прически тоже меняются. Сейчас она в тренде. Ну, через пару лет, может быть, придет что-то другое. И вы тоже поменяетесь. Переодевайтесь за куличами. Слово Увелине Хромченко. А я бы добавила джинсом пояс. Но знаете, какой-нибудь такой не очень серьезный, не слишком партикулярный пояс, потому что если есть шлевки, пояс должен быть обязательно. Мне пришла совершенно, на мой взгляд, гениальная идея. Михаил озвучивал, сколько животных сейчас содержится в его питомнике. Александр озвучивал, сколько женщин сейчас пишут письма Михаилу. Я считаю, что для того, чтобы проявить себя, каждая потенциальная невеста должна обязательно приютить собаку из этого приемника. Да, действительно. 320 собак. Я уверен, что среди вас, дорогие телезрители, найдется 320 поклонниц. Ну, хотя бы с пакетиком крупы. Ну, а сейчас третий выход Михаила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как Дэнди лондонский одет, он, наконец, увидел свет. Как вам этот выход? Спасибо вам огромное всем за это прекрасное доброе утро, в котором я себя увидел совершенно другим человеком. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Ну что ж, выслушаем Сергея Исца. Ну, во-первых, да, мы, конечно, проиграли бой стилистам, здесь я могу признать, потому что, действительно, из Михаила сейчас уже превратился не просто доктор Айболит, а он уже превратился в такой монахский такой принц и где-то, вот, знаете, стиль такой олигархический такой уже. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Модный приговор от Надежды Бабкиной. Миш, просто как красное солнышко, это видно, как будто. Знаешь, не скроешь, когда человеку очень нравится, и человек искренне восхищается такими преображениями, видя себя в зеркале. Это новая жизнь твоя, знаешь, как будто ты заново родился. У тебя были этапы в жизни очень сложные, ты про них нам все рассказал, мы знаем. Сегодня твой этап очень счастливый, очень интересный, красочный, настолько сильный, эмоционально сильный. И вот с этим счастьем, которое ты сейчас приобретаешь здесь, иди по жизни. И, конечно, ты одиноким не будешь, это факт. Но будь разборчив, пожалуйста. Спасибо огромное. Тебе желаю искренне счастья и такой радостной, хорошей, прекрасной жизни. Спасибо большое, спасибо вам. Ну, а сейчас модный приговор от эксперта моды Евелина Хромченко. Этот образ наши стилисты сделали особенно. Утонченным они его подогнали под тот формат, который пропагандирует с экрана модного приговора Александр Васильев. Бархатные пиджаки – это его тема. Облегающие брюки – это его тема. Этот синий оттенок – это его оттенок, конечно. Я очень солидарна с Надеждой Бабкиной. Скажу вам, уважаемые претендентки, на руку и сердце Михаила, что он совершенно не разбирается в женщинах, видимо. Он сам в этом признается, что боится он немножко попасть вот в такую же неприятную ситуацию, в которую он уже с любовной точки зрения был. Но вы даже не пытайтесь. Мы-то с Надеждой Бабкиной разбираемся. Мы ему поможем. Он теперь ошибки не сделает. Спасибо большое, Эвелина. Ну а мы подходим к финалу нашей утренней программы. Гости в студии «Голосути» – «Гворецкие». Привезите вещи на подиум. А вы, Михаил, подойдите в центр. Михаил, позвольте вас поздравить с этим прекрасным превращением. Вы выглядите очень достойно, очень стильно. И я вам желаю счастья. Ну и, конечно, важный вопрос. Скажите, что вам больше приглянулось? То, что Сергей, ваш коллега, и вы подобрали в магазин, и вещи очень практичные для вашего собачьего питомника, очень подходящие? Или вещи, как сказал Сергей, очень олигархические? Я скажу так, что я не намерен отступать. Понимаете? Раз стилисты модного приговора решили, что мой образ должен выглядеть именно так. С профессионалами спорить я не буду. Я за то, что в каждом деле должен работать профессионал. Вот это верно! Ну что ж, давайте сейчас посмотрим на экран. И увидим результаты голосования публики. 0% в пользу Михаила и Сергея, 100% в пользу наших стилистов. Таким образом, эти наряды в дар Михаилу от программы «Модный приговор». Ну что ж, а если вы, так же как ветеринар Михаил Шаронов из лесных полян, захотите стать участником «Модного суда», заполняйте анкету на сайте Первого канала. Это мода.1tv.ru. Сегодняшнее заседание закрыто. С вами прощаемся. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова